Молодой парень. Подобрали его, завезли домой. В ночь целую был дома. Оказывается, у него сотрясение мозга. А кроме всего, есть огнестрельное ранение. Мне показали, кто там со мной был из журналистов. Показали снимок. Отверстие незаметное. Но оно чуть не дошло до как раз мягких тканей головного мозга. И сегодня врачи говорят, что делать операцию очень опасно. На леске здесь очень большое скопление узелков сосудов кровеносных. Вы последние информации не будут вынимать? Не будут вынимать? Ну, потому что... Поэтому надо будет в обязательном порядке. Ну, то есть, я и сказал, под личное наблюдение главного врача. Так, чтобы все было там сделано так, чтобы человек жил. Мы с вами, кроме всего, город Николаев стал победителем в рамках развития органов местного самоуправления и через программу ЕСИДИ, то, что касается проекта, инициатива захиста правды, то есть, стало мне интереснее всего самородевания. Диалог такая у нас есть, программа. Могу вам сказать, вчера мы награждены пятью новейшими компьютерами. Я имею в виду Ассоциация городов Украины, областное СРЭД. Получили вчера сама дирекция компьютер, Новая Одесса, Березанка, Баштанка, Снегуливка. Вот четыре центра, которые получили такую награду. Вчера я информацию дал, чтобы она поставила, что мы не стоим в стороне. Есть, например, у нас всеукраинский бизнес-журнал «Максимум». Донецкий? Да? Донецкий. Нет, он всеукраинский информационный бизнес-журнал. Издается в Донецке. Издается в Донецке. Значит, есть тут моя небольшая такая статья под покровом Святого Николаева. Кто хочет почитать? Наталья в обязательном порядке даст возможность, если нет. Если нет, то мы подарим журнал. Да, у вас есть? Пожалуйста. Наташа, запиши меня там. Там есть. Есть, да? Да. Да что ли? Касанами позвольте. Я хочу вам сказать, что, знаете, когда я был в командировке, и я возвращусь в Грецию, мне журналист, вот она как-то так, наверное, встречала там, как-то меня и смотрела все сайты, когда мне задала вопрос о том, что это правда, что вы подарили своему сыну зоопарк. Я был ошарашен, как молодая девчина белорусская по происхождению, где она вычитала о том, что я там оправдывался перед ними, что это невозможно, потому что это коммунальное собственное, что это должно быть решение только референдума, чтобы присесть и бросать это. Мысль хорошая. Но мысль, которую они бросили, они очень остороженно к этому отнеслись. И потом задали мне следующий вопрос. Расскажите, это правда, что против вас было возбуждено уголовное дело, и оно рассматривалось на Верховной Раде? И что у вас были поставлены прослушки, видео и так далее? Я сказал, да, такой факт был, но не было возбуждено уголовное дело, а была попытка оппозиционных сил найти, наверное, на мне какого-то козла отпущения. Поэтому, да, такая попытка была, но все суды, которые, по которым мы первые инициировали, прокуратура инициировала, а мы дальше защищали, мы все суды выиграли, поэтому мы, по крайней мере, в цивилизованном государстве, и мэр защищен законом через суды. Когда это были неопрозиционные силы? Ну, я, потому что выступал с Абзолюк, с трибуны Верховной Рады, поэтому... Отслеживают даже в Белоруссии вас. Да не в Белоруссии, а в Греции. Она белорусская сама, но она гречанка. И четвертый вопрос. А это правда, что у вас из мэров городов больше всего земли в собственности? Кстати. Да, кстати, и поэтому я сказал о том, что у меня нет земли, за исключением только квартиры. А второе, что, да, действительно, по закону родители моей жены получили часть земли, сельхоз земли в собственность. По закону, который есть в Украине, опять же, он соответствует европейским законам. Жена стала наследницей, ну, они почему-то сказали 6,5 гектара. Я жену сегодня утром рано поднял, говорю, ну, пока, ну сколько ты владеешь? Так я хочу вам сказать, что она владеет землей 6,93 сотых. В ваших зидно-плану территориальная Каларевская сельская рада, Желтного района. Тот, кто мудрый и умный, может почитать, вот он, этот есть акт земельный. А самое главное другое, это будет в натуре, вы знаете прекрасно, что выделенная земля для сегодняшних всех терминских господарств должна быть предотдельное еще решение. Сегодня, ну так условно, выделено гектар пахоты, гектар сенокоса, гектар неугодий, гектар лесопосадки, еще там чего-то. Ну, я образно говорю. Сегодня действительно у жены есть такой парень, совершенно верно. Она ими пользуется, семья не пользуется. У нее есть там сестра, она ей отдала в управление, поэтому никаких абсолютно доходов эта земля не дает ни жене, ни мне, ни нашей семье. Вот все то, что я хотел донести сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok